Здравствуйте! Сегодня шестой день. Как я здесь, как я лечусь. Вчера делали укол в ноги. После этого поднялась температура ночью. Небольшая? Небольшая, 37,4. Потом к утру 37,5. Днем была 37,7-37,9. Небольшая температура. Воду пью. Есть не хочется. Вот народ говорит, что ты там себя так довела со своим жором. Ты скажи, ты много ела по жизни? Или какое-то у тебя было нарушение? Тебе стали какое-то нарушение в жизни? Мне ставили нарушение... Нет, в щитовике у меня все прекрасно. Мне ставили нарушение обмена веществ. Сначала ожирение второй степени, потом ожирение третьей степени. То есть я по жизни никогда не была худенькой. Я шеримя такая толстая-толстая, но при всем при этом я прекрасно двигалась. Я две сумки вперед и побежала. Родила шестерых детей сама. Сама, без кесаря, без всего. И выносила сама, и кормила до года, до полутора сама кормила всех детей. Ну вот как ты набрала вес? Ты что ела больше всего? Например, есть люди, которые говорят, вот я ем мучное, поэтому я толстый. Вот я ем сладкое, поэтому я толстый. Я в последние полтора года вообще мучного не ем. То есть я исключила сахар до минимума. Ну да, у тебя анализ же сахар хороший, давление хорошее. У тебя нет инвалидности, тебе инвалидность никто не дает. Не дают. Не дают инвалидность. Что говорят? Здоровая вы говорите. Да, здоровая. Здоровая и еще раз здоровая. Просто сейчас в чате кто-то ругался и говорит, вот она такая жирная, сама себя довела. Как будто же оно постепенно-постепенно незаметно, и похудеть очень сложно, да? Может быть, я за детьми не доедала? То есть ребенок не съел там ложку-две? Я никогда в жизни за детьми не доедала. Я была худая всегда. У меня не было такой привычки. Вот сейчас могу, наверное, что-то доесть уже с возрастом. А раньше нет. Все выкидывалось. Нет, ну вот все... У меня сколько положились, только ребенок должен съесть. То есть я кладу небольшие порции. Дети у меня толстые такие вот. У меня последние вообще дети худенькие. Худющее, жутко худющее. Ну вот у тебя волосы облысения. Давно это у тебя началось? Это вот недостаток обычно бывает минерального обмена, меди не хватает. Это последние полтора года. То есть когда вот этот вес пошел, когда пошли вот эти язвы, когда пошло плохо с волосами. У меня все время была толстая коса. То есть у меня не было вот такая вот толстая коса. Не было такого, что с волосами плохо было. А вот сейчас пошло вот лысина. Ну, зубы у тебя все свои. Зубы все свои. Ну, вот видишь, зубы все свои. Костей ни разу не ломала? Ни разу. Видишь? То есть у тебя пороза нет? Ничего нет. Ну, сегодня мы тебе сейчас обработаем твои раны. Это вот они еще не обработаны. Мы их помоем. Обработаем. Сегодня вот она сидела в экстракте виватона больше часа. Сейчас вот это все обработаем. Нанесем повязки и уколем. Сегодня мы тебе уколем только садор. И уколем часть вот в эти твои подушки. И часть в живот. Потому что нам не нужна температура. Завтра у тебя последний день. Потом ты будешь продолжать голодать дома. Мы хотя бы хотим, чтобы ты проголодала 2 недели. Это минимум. А лучше хотя бы 3. Если тебе легко, то лучше проголодать. Легко. Главное, чтобы тебя никто не кормил. Особенно дети. Да. Это правильно. Потому что они, мам, покушай, мам. Чего ты не ешь? Давай. Это все правильно. Но мне вчера очень понравилось массаж. Баночный массаж. Перед хиджамой. Перед хиджамой. Очень понравилось. Обычно там все орут. Там боль, да? Нет. Вот это все разминание. Может быть, просто я привыкла, что мне ребенок спинку массирует. Вот это мне очень понравилось. Где твой зуд? У тебя есть зуд? Помнишь, у тебя был первый раз, ты чесалась-чесалась. Сейчас вот у тебя зуд ушел. Зуд ушел. Вот эта вся корка на руках. Она чуть-чуть осталась. Чуть-чуть. Ну, зуда нет. И такой корки нет. То есть, это вот наросты были. Ну, это грибы, я тебе говорила. Мы тебе единол брызгали. Скорую помощь. Вот это все вот. Ты пила единол. Все это там ушло. Поэтому вот пять дней вот у тебя уколы. Потом вот единол пила. Бетулин очень много пила. Масла. Потому что при твоем весе столовая ложка черного тмина – это маловато, но этого достаточно. Потому что вчера, когда тебе вот делали хиджаму, Вениамин говорит, кровь была жирная. Вот ты ее хочешь взять, а она не берется, она скользит. То есть, кровь, которая из тебя выходила, она была прямо вот в жире. То есть, твои жиры на голоде топятся. Поэтому, да, это хорошо. И я думаю, что тебе вот если продолжить потихонечку, самое главное – голодать легко, самое главное – выйти правильно из голода. Там ничего сложного нет. Просто не должно быть никаких соблазнов. Должны быть вот эти соки разбавлены сначала, потом соки, потом постепенно овощи. Овощи, фрукты, вот это все. Ну, я тебе все это распишу. Сейчас начнем перевязочку. Всем пока. Сок. Еще раз. Руки. Вышли. Возди фальсиозы. Я. Развали. Ах. Ах.